Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфлер, природоцелитель. Мы говорим о здоровье. Сейчас очень модно стало записывать ролики врачи один за другим. Все-таки как-то начинают признавать, что мы, наверное, закислились. Правда, там разные теории от чего. Ну, некоторые даже и не на этом не останавливаются. Закислились и закислились. Сейчас быстро будем ощелачиваться. Вот один из докторов, не буду уже больше делать ему рекламу, говорит, что, ну, можно, как бы, конечно, там в питании немножко подкорректировать что-то. Ну, так, 50-50, как он говорит. Там, конечно, не надо слишком, но овощи, там зелень. Ну, наверное, все-таки в сыром виде, я не помню, сказал он это, по-моему, нет. Вот, ну, только некоторые фрукты. Ну, фрукты, конечно, это не самое важное, сейчас не надо, да. Вот, овощи, зелень, ну, немножко побольше сделаем. И вот там он дает такую формулу, что будет год за 10. То есть, за год вы очиститесь то, что вы накопили за 10 лет. Как бы, да, над вымыслом слезами обольюсь. Здорово. Ну, вы наполовину, да, у вас в ассортименте будет зелень и овощи нарезанные просто, и вы начнете, значит, вот за год очищаться то, что накопили за 10 лет. Ну, за 4 года там свои 40 лет накопленных всех этих болезней, вы как бы сделаете. Ну, попробуйте, хорошо. Говорю, как человек, который 3 года в полулежачем положении делает, ну, не знаю, год за 10 ли. Ну, вот, как бы я хочу посмотреть, как просто на овощах и зелени, которые совершенно не защелачивают вообще-то, да. Ну, мы уже это как бы проходили. И, как бы, ну, хорошо, я не против. Может быть, у кого-то это получится. Пока даже никто не хочет и приступать к этому в основном. Ну, дальше он говорит, что, вот, ну, конечно, это слишком долго, поэтому есть, как бы, способ побыстрее, и давайте, как бы, силой защелачивать организм, да. То есть, ну, первый способ был, как бы, поменьше его закислять. Доктор и говорит, что, знаете, у нас питание стандартное, оно нас закисляет. Но это стандартно, это так у всех, так что давайте это все и оставим. Ну, вот так вот, да. Ну, немножко побольше овощей туда и зелени. Причем, ну, он не про соки даже говорил, а просто в нарезке. Ну, они-то, конечно, там, да, начнут так очищать сильно всю внутреннюю среду и клеятки, межклеточное пространство. Вот, ну, правда, чуть-чуть на себя они, как бы, дерьмо посорбируют. То, что образуется в результате метаболизма пагубного. Но, конечно, да, такая надежда на это. И только там, ну, немножко, ну, как бы, до половины доведите это, да. И вот, к сожалению, он даже не сказал, что в сыром виде это. Я боюсь, что люди послушают. Овощи, да, овощи я ем, конечно. Варю их, как могу. Потом, правда, болею, вот. Ну, не знаю, да. Как это может быть связано. Но разговор-то опять про соду. Уж я, честно говоря, вот, думал эту тему, ну, как бы, как бы обойти ее. Ну, пил, когда ты немножко эту соду, да, когда довел себя стандартным питанием. И, ну, как бы, там я все-таки не выдержал. У меня уже сегодня появилась мысль, слушайте, что все-таки, я вчера рамкой проверил, вот, что, да, соду усиливает щелочное плечо метаболизма все-таки, да. И это приходится признавать. Хотя мы проверяли с вами в одном из роликов. Я рамкой показывал, что боржоми там и нарзан натуральной газации делает это в более чем два раза лучше, в намного меньшей дозе. Это намного приятнее. Ну, как бы, вот, ну, людям надо обязательно, вот, отчитаться, что соду пью. А я все-таки стал думать, что, как она работает. Но больше она ничего не делает. Она просто повышает щелочное плечо метаболизма, да. И я же вижу, что это продукт ненатуральный, что это какая-то гадость, что это невозможно вообще терпеть. Такого в моем представлении быть не может. Я вот сколько уже занимаюсь, и так, и сяк, и целыми днями, я вижу одно, что то, что помогает и усиливает плечи метаболизма, оно всегда вкусно, как правило. То есть это всегда видовое что-то, то есть подсказка человеку в природе есть. Назвать соду вкусной, ну, как бы, наверное, может быть, с какого-то голодухи, там, по жуткой закисленности, возможно, она будет и, как бы, медом казаться. Ну, я рамкой вот сейчас посмотрел, и вот, ну, как бы, что я увидел? Я уже сегодня, у меня это в голове так и крутилось, что она увеличивает щелочное плечо метаболизма, то есть повышает, да, буфер, ну, как бы, буферную устойчивость щелочную. За счет чего? Натрия. Я поэтому уже давно всем говорю, ну, пососите вы соль гималойской, она же вам вкуснее будет и намного полезнее. Там куча минералов, там только написано 84, там намного всего больше. И потом водички попейте. Как бы, там тот же натрий, ну, только намного еще больше всяких микроэлементов. И там будет такое же повышение щелочного плеча метаболизма. А неоны, вот эта вот, ну, гидроксильная группа натрий-HCO3, да, вообще, как бы, у нас, вот, формула соды. Ну, соль, как бы, сода, да, но в воде она там диссоциирует, вот, как щелочь. Ну, что она в желудке просто, аж хлор, взаимодействует с этой натрией-HCO3? Ну, выходят газики, но натрий-хлор образуется. Что вы там, ну, как бы, зачем вам это? Я не понимаю. То есть анион, вот это анион называется, HCO3, он не играет никакой роли. Он ничего там, ну, мы дышим углекислотой, и у нас вот этот буфер гидрокарбонатный, он, как бы, у нас все время, ну, есть. Сода, вот, пероз, как бы, через рот принятая, она, ну, здесь не работает, как укрепление какого-то там, не знаю, гидрокарбонатного буфера. Нет, там просто работает натрий. Ну, люди же соль правильную не употребляют вообще, правильно. Конечно, не употребляют, потому что в почках камни, или потому что будут отеки. Хотя отеки из-за токсинов, как бы, для того, что вы там, ну, в пределах нормы там эту соль употребите, организм, наоборот, ну, как бы, будет причащаться, да, вообще-то. Ну, ясно, как всегда, все у нас на готове, все ходы записаны. То есть, мы, нам нельзя ничего делать, то, что нам помогает, потому что это все нельзя, все. Ну, все. Вот, поэтому, ну, по сути, я не знаю, ну, закроется этот вопрос, либо нет. Ну, как бы, боюсь, что, как бы, да, дальше будет. Ну, людям помогает. Ну, конечно, ну, они же, натрия нету, ну, вообще, щелочное плечо-то падает. Нам же питание поменять нельзя никак, оно же у всех такое. Как мы будем его менять? Мы будем повышать, как говорит этот доктор, адаптационные силы организма. То есть, мы будем продолжать сувать в себя то, что убивает, но будем максимально в этой борьбе укреплять себя. То есть, у нас вся, весь день, ну, все сутки у нас, по крайней мере, да, у нас будет вся жизнь борьба. То есть, мы продолжим себя убивать, но усилим оборону. Вот, ну, такая программа, ну, что-то сделать. Просто соль, как все животные делают, когда им это надо, да, дополнительным минералом пососать под язык это кладется, не, пищу не добавляет, не надо себя обманывать. Вы поешьте без соли, это вот попробуйте. Съедобно вообще то, что вы делаете, даже вареное, жареное может быть, там корочка. Вот, а соль принимают как лечебное средство для того, чтобы поднять минеральное плечо, щелочное плечо метаболизма, промываться, пить воду, и чтобы дать некоторые минералы. Там много всяких элементов, нам много чего надо, и сейчас их нет ни во фруктах, ни в овощах. А уж то, что сварили и термически обработали, все упало в неорганику, в осадочную. И будет делать только камни и портить внутреннюю среду. Так что соль, соль хорошо, ну, для вот как бы вариант минимум, это, наверное, да, сода, просто чтобы натрий получить. Ну, можно вот гималайской солью получить намного больше. И это тоже сейчас очень дешево. Только что купил гималайскую соль, 124 рубля. Там вот, покажу даже вот на эту баночку. Вот, пожалуйста, вот она, ну, вот банка. Ну, видите, здесь двух офицеров соль. Не знаю, сколько грамм, больше 100, наверное, 60, может быть. Ну, вам хватит ее, ну, 6 грамм считается в день. Ну, кто-то даже до 10-15 спортсменам вот прописывает. Поэтому, ну, по соде, как бы, вот, опять очередной, извините, какой-то облом. Просто это такой, какой-то несуразный, глупый вариант соды. Ой, соли. То есть, ну, для тех, кто уже, ну, совсем поехал к крыше. Хотя я был таким же, я тоже с соль отказался. Там не ела ее 15, сколько там лет. Да, лет 15. Потому что, ну, потому что, вот, зачем, как бы. И, в принципе, я правильно делал. Я меньше ел тогда всякой гадости все-таки. Потому что без соли, это вы практически ничего же. Вот есть и стандартные, так называемые, кухни. Вы не будете. Вот я наблюдаю тут, вот, где я у моря. Женщины там все время, вот я как не выйду, там все время все готовят, готовят. Готовят одни и те же, готовят целый день, целый день. Черт. Бедненькие просто, да. А то, что они там вот мучают эти субстраты, оно уже без вот укреселителя вкуса, это уже несъедобно. Так что по соде, ну, хорошо. Раз вот пока сода, ну, просто знайте, если надоест, можете переходить на соль гималатю. Сколько пользы будет больше, щелочное плечо поднимите. Привет неумывакину, прошу прощения. Как бы, ну, он имел в виду просто, что даже копеечная сода уже начинает помогать. А вообще-то можно соль сосать. Так что с содой хорошо. Рад, что помогает все равно. Всего хорошего. Это природоцелитель. Меня зовут Андрей Широков. www.effler.ru До скорых встреч. Клуб Эффлер.